Обсудим теперь механизм расширения классов типов, по-английски class extinction. Расширение классов типов, этот механизм слегка похоже на наследование в объектно-ориентированных языках. Речь идет, конечно, не о наследовании реализации, а о наследовании интерфейсов, поскольку классы типов как раз и являются некоторым эквивалентом интерфейса. Посмотрим, каким образом этот механизм реализован в языке Haskell. Перед нами класс типов, который зовется ORT. Это новый класс типов, хотя я реализую его в модуле demo, он тоже присутствует в стандартной библиотеке с точно такой же реализацией, хотя немножко более богатой. Итак, класс типов ORT параметризован типовым параметром A и имеет в рамках класса типов контекст. На прошлом нашем степе мы обсуждали, каким образом контекст может появляться в объявлении представителя класс типов. Теперь у нас контексты появляются в самом классе типов. Это как раз механизм расширения класс типов, который говорит, что класс типов ORT расширяет класс типов EQ. А для того, чтобы объявить какой-то тип представителем класса типов ORT, нам сначала нужно объявить его представителем класса типов EQ. Подразумевает, что функции, которые являются представителем класса типов ORT, помимо тех сигнатур, которые присутствуют в объявлении класс типов, еще имеют те сигнатуры, которые у нас имеются в классе EQ. Что же такое этот самый класс типов ORT? Класс типов ORT, его цель, это обеспечить возможность типу A сравниваться на предмет неравенства, на предмет больше или меньше. То есть класс типов ORT сдает порядок, ордеринг. В классе типов ORT есть сигнатура функции сравнения на строгое неравенство больше и меньше, и на нестрогое неравенство больше или равно, меньше или равно. Помимо этих сравнений, есть еще несколько полезных функций для разных целей. Функции MAX, MIN, естественно, требуют своей реализации сравнений, и они являются представителями класса типов ORT. Есть еще одна функция, которая зовется COMPARE. Функция COMPARE предназначена для более тщательного сравнения двух значений. Возвращаемым значением функции COMPARE служит некоторый тип, который зовется ORDERING. Тип ORDERING устроен довольно просто. Если мы посмотрим информацию о том, как тип ORDERING устроен в GHCI, мы увидим, что этот тип, в котором определены три конструктора. В типе BULL, как вы помните, определены два конструктора. В типе ORDERING определены три конструктора. LTE, EQ и GT. Таким образом, это перечисление, которое содержит ровно три элемента, и название этих элементов как раз указывает на их значение. Меньше, эквивалентно или больше. Таким образом, все сравнения мы можем, как строгие, так и не строгие, мы можем выразить через эту самую функцию COMPARE. Естественно, в реализации класса ORDERING имеется большое количество реализаций по умолчанию. Более того, все те функции и операторы, которые объявлены в этом интерфейсе в классе тип ORDERING, они имеют реализацию по умолчанию. Ясно, что это реализация по умолчанию циклическая. И для того, чтобы задать минимальное полное определение этого класса, мы должны определить либо функцию COMPARE, либо функцию меньше или равно. Если мы задали меньше или равно, то все остальное выводится. Если мы задали функцию COMPARE, то все остальное тоже выводится. Однозначно. То есть для того, чтобы объявить представителям класса тип ORDERING, нам достаточно реализовать одну из двух этих функций в объявлении представителя. Допустимо также и множественное наследование. Мы можем в качестве интерфейса задавать несколько классов типов, которые расширяют наш класс типов. Вот здесь я объявляю некоторый класс типов MY CLASS, который одновременно является расширением класса типов EQ и класса типов PRINTABLE, которые вы в рамках решения ваших задач, с которыми вы познакомились и реализовали. Вот вы можете объявить класс, наследующий как бы сразу двум классам. Ясно, что это расширение представляет собой не наследование реализации, которое в языке C++ приводит к большому количеству проблем, а наследование интерфейсов. Поэтому здесь проблем с таким наследованием практически не возникает. Единственное, что если мы строим некоторое дерево наследования, то вы можете увидеть в диаграмме Хаскеля, что дерево наследования иногда превращается в более сложную структуру, в граф наследования, когда от одного типа наследуются два разных типа, а потом некоторый тип наследуется от двух родителей. Однако, еще раз повторяю, поскольку это наследование интерфейсов, а не наследование реализации, то проблем с таким множественным наследованием не возникает. Субтитры создавал DimaTorzok